Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Если я не ошибаюсь, но сегодня мы с вами проведем июль, август и сентябрь. И как раз мы уже прочувствуем именно то начало в том клубе, в который мы перейдем, я надеюсь. В общем, все у нас будет хорошо именно в этом выпуске, потому что интересно все-таки, в какой клуб мы перейдем. Нам 21 год, рейтинг 76, и мне кажется, мы очень даже перспективны по меркам европейского футбола. Итак, снова новый сезон, поэтому новые снова тренировки. Ну что же, мы их тоже начинаем. Ну что же, вот такие я решил тренировочки взять и в последнюю тренировку прокачать себе именно защиту на карточке FIFA. Потому что любой нападающий должен уметь отбирать мяч у защитника. На всякий случай, там отбор, подкаты, все, чтобы это у нас было. Ну что же, начинаем тренировку. Ну что же, вот так вот у нас прошла тренировка. Кстати, интересно было поиграть за нападающего в обороне. Итак, мы продолжаем нашу симуляцию июльского месяца во втором сезоне. Итак, первый же матч в сезоне против стандарта мы симулируем. Просто вот так вот. Проиграли мы его 3-1, но это не сильно меня даже волнует. Итак, второй матч против депортива мы тоже симулируем. Его мы выиграли с счетом 2-0. И также симулируем последний третий матч в группе против Базеля. Итак, я так понимаю, мы прошли группу и теперь у нас еще и полфинал против Йонг Бойса. Но у нас приходит сообщение, это предложение о трансфере. Нам предлагает Водфорд, это АПЛ. Но мне кажется, все-таки я отклоню. Потому что, конечно, это было бы хорошо сыграть сейчас в АПЛ. Сейчас даже проверим, действительно ли ВПЛ может выйти или там по ходу сезона прошлого в чемпионшип. Ой, не сюда вообще. Нет Водфорд в АПЛ, но все равно, мне кажется, нам не стоит переходить в Водфорд. Не знаю почему, но просто я бы не переходил. Я отклоняю. Полуфинал сегодня Бойса мы выиграли с отсчетом 2-1. И теперь у нас финал против английской команды Ноттингем Форест. И его мы тоже симулируем. И мы его проиграли с отсчетом 2-0. Приходит нам еще сообщение, но это не по трансферу, а Перейра дисквалифицирована. Прошло две недели еще, нам пришло всего лишь одно единственное предложение. И у нас сейчас будет очередная тренировка, но почитаем пока что новости. Вот к чему я веду. Как вы видите, нам пишут, что Порто делает предложение Гамбургу по поводу нас. А Порто это португальская лига, Лига Нос, Загрес, как-то так вот она называется. В прошлом сезоне Порто выиграли чемпионат. И это значит, что Порто попадает напрямую в Лигу чемпионов. И мне кажется, вот это было бы предложение мне бы поинтереснее. Потому что Порто представляет собой такой клуб, который практикуется во многих чемпионатах. Также, например, Ювентус много лет подряд. Также, как и Бавария много лет подряд. И ПСЖ много лет подряд. Порто доминирует в своих лигах. И очень редко бывает, что теряет свои позиции. Так же, как и Порто. Да, там у Порто есть соперники Бенфика, Спортинг, все такое. Но раз Спортинг еще и выиграли... Порто выиграл чемпионат в прошлом сезоне. То это значит, что точно они будут участвовать в Лиге чемпионов. А в Отфорд, например, да, мне это было бы интересно поиграть в АПЛ. Но все-таки я теперь еще и игрок в Бундеслиге. То есть, для меня это не сильно важно. Гамбург такой же практически клуб, как и в Отфорд в АПЛ. Мне кажется, мы именно на данный момент. Так что мы продолжаем трениться и ждем предложения от Порто. Либо от какой-нибудь другой топовой команды. Ну что же, очередная тренировка у нас прошла. И, может быть, даже еще не перейдя в новый клуб, получим 77-й рейтинг. Но это просто будет шикарно. Итак, нам приходит снова предложение о трансфере. Аякс. Аякс. А вот это, кстати, интересно. Как вы знаете, Аякс неплохо так стрельнул в реальной жизни в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. Дошли до полуфинала. И благодаря именно этому достижению Де Лихт ушел в Ювентус. Де Йонг ушел в Барселону. И тем более в нашей карьере в прошлом сезоне я прочекал Аякс. Выиграл тоже чемпионат. Поэтому Аякс тоже будет участвовать в Лиге чемпионов. Мне кажется, почему бы и нет? Почему бы нам бы не поехать? Аякс это легендарная команда с лицензионным стадионом в этой части FIFA. Поэтому мы соглашаемся. Это, конечно, классно будет. Итак, я успел прочитать. За 26 миллионов 700 тысяч меня купили Аякс из Гамбурга. Где бы это прям вот прочитать? Вот. 26 миллионов 700 тысяч евро. Это просто шикарно. Теперь мы будем выступать за Аякс. Но это неплохо. Аякс тоже доминирует в своей Лиге. 22 номер мне еще и дали. Прям как у Артема Дзюгу в сборной России. И я бы... Форма, да, форма меня полностью устраивает. И вот в прошлом сезоне я что-то как-то не заходил сюда. У меня есть ранние навесы и дальние вбрасывания. Поэтому вот эти мы таланты возьмем. Но остальные у нас все так и остается. И да, вот глядя на плашку статистика. Редивизии чемпионат. И вот Лига чемпионов. Стоит эта плашка. Значит, Аякс будет участвовать в Лиге чемпионов. Ну и также есть вот Оранж Бекер. Это, наверное, кубок Голландии так называемый. Но мне кажется, мы сможем себя неплохо показать. Оценка не ниже 8,4. Минимум 7 голевых пасса. 21 гол за сезон. Вы серьезно? Ну, кстати, в таком чемпионате это возможно. Поэтому будем пытаться. Насчет, кстати, Голландии. Насчет чемпионата. Я как-то, когда заканчивал еще выпуск в Гамбурге, когда мы играли. Сезон, когда заканчивали. Я почему-то думал, вдруг если мне предложит Витес к себе. Я подумал про Леонида Слуцкого. Что вот он подал в отставку. Все. Он теперь не тренер Витеса. И вот тут вот мне сейчас в карьере, как я, такой дежавю у меня, мне предлагает Аякс перейти к ним. Они играют в Лиге чемпионов. Я встречусь против Витеса. Правда, не в их составе, а в составе Аякса. Но это все равно. Мне кажется, это очень круто. Ну и кому интересно, можем познакомиться с составом. Мне самому интересно, какой состав сейчас у Аякса. Она, она все так же есть еще в клубе. Отлично. Самый, ну вот, они, наверное, в три защитника играют. Уэлкман, Мартинос, Альварес. Теперь Деликты, естественно, здесь нет. Блинт есть до сих пор. Марин. Де Йонг, но это не тот. Лабя, Тадич, Квинси, Промес. Давид Нерес. Таких я не знаю. Я. Это Лосина Трауре. Что-то не такое Трауре. Лосина играл за МЖ. У него и рост был повышенный. Но это какой-то 19-летний. Хунталар тоже легенда. И он, кстати, заканчивает карьеру после этого сезона. У него, кстати, это и девятка наша. Вот. Теперь понятно, у кого она. Но мне кажется, не стоит тут отбирать. Мне 22-й номер полностью устраивает в Аяксе. И вот какая-то новость от Витеса. Мы увидели. Ладно. Итак, первое число у нас игра с Вейнордом. А дальше у нас идет... Это еще квалификация. Я думал Аякс сразу попадает. Ну да, я помню, когда именно вот в этом сезоне, когда Аякс дошел до полуфинала с Тоттенхэмом, он действительно прошел очень много квалификационных этапов. И группу с Баварией там прошел. Так что для Аякса это прям очень трудный путь оказался. Но мне кажется, Айк мы должны выносить. И надеюсь, что я буду стартовым ставить. Поэтому мы будем тренироваться. И опять мне надо выставлять, да, вот это вот недоработка, наверное, от Электроникарти. Что мне придется снова выставлять все эти тренировки. Но я хотя бы приблизительно помню, какие они были. Итак, вот так пришли наши тренировки. Первая за Аякса. И я не знаю, выпусят для нас на поле против Фейнорда. Будем надеяться. Вот такие на нас задачи ставят в матче против Фейнорда. Зволи Херинвин и ПСВ. Кстати, вот эти два матча интересные. Фейнорд, ПСВ. Оценка не ниже 9.0. Минимум 3 гола. Одна голевая. И голы к ударам. 39% должно быть. Мы в старте. Это уже радует. Я не знаю, по какой схеме будет играть Аякс. И какие вообще нам у нас не ближайшие. Мне надо вообще в целом цели посмотреть. Сколько у нас. 29% надо нам. Удары гола. Сейчас мы узнаем, какая схема будет у Аякса. Ну как вам напишите в комментариях, сидит ли на мне форма Аякса. Вот такая схема. Почему меня с Тадичем местами не поменяли? Тадич это цапник, а я форвард. Странно. Вот это вот. Ладно. Блин, кстати, в оборонке. И в 4 защитника играет Аякс. Но хотя, блин, цопник. Мартинес и Гравенберг вроде как центральные защитники. Очень все странно. Тадича даже бы на Марина можно было бы поменять. Намного бы лучше смотрелось. Ладно. Поехали. Итак. Разминаются игроки Аякса. Меня почему-то вот не показывают. К сожалению. Но показывают также игроков Фейнорда. Шикарный стадион. Йохан Кройф. Арена. Ух, какой же перформанс. Я надеюсь будет. Да. Йохан Кройф на этом перформансе у Аякса. Ну ничего здесь нет. Ну такое прямое оформление как у АПЛ французской лиги Бундеслиги. Итальянской лиги. Еще вроде кого-то забыл. Ну ладно. Итальянская вроде. Не помню. Все. Вот. Такое же практически оформление у чемпионата этого. Так что привыкать к чему-то новому нам не стоит. Поехали. Мое первое касание. Футболки Аякса. Болельщики возрадовались. Передачу на нас надо было отдавать. Штрафной удар. И нас меняют. Вот именно перед этим штрафным. Ну ладно. Будем досматривать. Уже к мячу подходит Душан Тадич. Все. Ничья в первом же нашем матче за Аякс. 0-0 против Фейнорда. Моменты мы создавали. Оценку. Была 7-0. Меня заменили 6-6. Почему она падает? Так когда я сажусь на скамейку и ничего там не делаю. Два удара. Даже не в стор был. Но Фейнорд зато за второй тайм ни одного удара не нанес. Итак, друзья. Кто бы мог подумать, что спустя сезон, когда мы начинали в Штутгарте, вот именно такое окошечко у нас появится. Задний фон. Итак, мы в Лиге Чемпионов. Не знаю, будем ли играть или нет. Сейчас мы это узнаем. Да, мы в стартовом составе. Я почему-то, наверное, опять Тадич будет на форварде, а мы на Цапнике. Это очень все странно. Но будем пытаться и с этой позиции играть. Хотя я очень этого бы не хотел. Да, все так же мы играем почему-то на Цапнике. Да почему же вы не поменяете нас? Очень это все странно. Мы играем против Айка. В гостях у них Ливень. Это наш первый матч двухматчевого противостояния за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Лига Чемпионов. Наш первый матч на выезде. Мы играем в старте. Гимн мы быстро скипаем, чтобы ничего нам не было слышно. И почему-то здесь мы... Видите, у нас сейчас девятый номер. Подача. Душинтадич. Это наша первая голевая в Лиге Чемпионов. И замечательно. Все было разыграно. Хороший навес. Левой ногой, кстати, отдал и Тадич прямо в девятку забивает. Нам это важно забивать в гостях именно в этом матче. Мы не знаем, сколько забьет Айк или вообще забьет ли нам у нас дома. Так что именно вот эти гостевые голы очень ценятся для нас сейчас. И вот он опасный момент. И скидывает на Лангстрома. И он забивает. 1-1. Айк сравнивает счет. Но Айку тоже надо выигрывать эти два матча. Хотя бы один, но с большим перевесом. Тем, что нам надо. Нам именно забить надо 21 гол в чемпионате. Ух, как хорошо. И отдать 7 голевых тоже в чемпионате. Оп. Опа, мы прошли. И пробьемка. 1-2. 2-1. Мы забиваем наш первый гол в Лиге Чемпионов. В первом же матче у нас очень хорошая сейчас статистика. Один гол плюс одна голевая. 2-1 Айакс побеждает. И это хорошо. Потому что у меня стамина закончилась. Сейчас меня, скорее всего, будут менять. Но так мы отлично забили. Конечно, закрыл обзор защитник вратарю. Но все равно вот так вот правый. На конец вот правый, то у нас хорошо получается забивать. И все супер. 2-1. Айакс выходит вперед снова на выезде. И нас опять меняют. Лобят вроде вместо нас вышел. Но мы смотрим опять остаток матча. И это 3-1. Канаты. Забивает. Ну все. Прямо как на футболке сейчас описано у Канаты. 1-3. На табло. Хороший для нас перевес в два мяча. И перед домашней игрой это очень даже для нас приятно будет. И надеюсь, трудностей не возникнет у нас. Обыграть их так же, но только на домашней арене. Заканчивается матч. Айк проигрывает Аяк с счетом 3-1. Мы забили гол. И отдали голевую передачу. 8-5. Наша оценка была 9-0. Итак, снова игра у нас в чемпионате Голландии против Зволи выездной. Мы снова в старте. Снова на позиции Цапника. Это я уже вижу по сообщению. Сейчас мы идем на 9-й строчке. А Зволи, наверное, там выше. Нет, оно даже ниже. Зволи свой первый матч поиграли с счетом 2-0. Несенки-то и интересно. Сыграем кому-то в гостевой. Вот опять, смотрите, футболка просто не прогрузилась. Вот. И почему-то мы играем на Цапнике. Мне это вообще не нравится. Наверное, зря я переходил в Аякс. Надо было ждать в Порту. Но там матчи в чемпионате Португалии практически столько же, сколько в чемпионате России. Вроде 30 туров должно быть. В голландском чемпионате вроде как по 2 круга идет. Будем наблюдать за этим. Выездной матч. Дождь. Мы снова на Цапнике. Тоже интересный перформанс. Болельщики из Воли подняли флаги за домашнюю команду. Поддержать-то это очень надо. И, кстати, неплохой. Почему? Вот вы видите. Вот это появляется все прямо как в Ultimate Team. Ну, это как-то вообще что-то странное. Вам не кажется? Не можем мы доиграть полностью все матчи. И вот он, первый же удар. И все. 1-0. Взволит. Забивает. Аякс пропускает свой первый гол в чемпионате. Не успев даже еще и забить. Забивает Илес Белл Хасани. Отличная передача на нас. Мы в штрафной. Нужно же что-то сделать. И пробиваем. Ну, это гол. Первый наш гол за Аякс в чемпионате. Отлично. Все. И здесь у нас тоже, кстати, в чемпионате тоже появился девятый номер. Наверное, продали Хунт Ларе. Или я не знаю почему. И вот так вот от штанги очень хорошо мы поборолись с защитниками и пробили. И все. 1-1. Сравниваем мы счет. И мы забили первый гол Аякса в чемпионате Голландии. Это вообще, ну, в историю так войдет, что именно я забил за Аякс первый гол в чемпионате. Дейли Блин. На нас, хотя шла подача, но Дейли Блин оказался быстрее и ближе к мячу. И отлично. 2-1. Мы выходим вперед. Капитан команды выводит нас вперед с этого углового. Отлично. 2-1. Мы еще до сих пор на поле. Это радует. Хорошая передача. Пробьем-ка. И это дубль на последней минуте. Мы забиваем два мяча. Увеличиваем наше преимущество. 3-1. И все шикарно. Ну, классный, мощный удар. Два мяча мы забили. Одну голевую. Мы могли бы отдать, конечно, но... 3-1 победа Аякса на выезде. Наш дубль просто шикарный. Против взволи. 9-1 наша оценка. Все шикарно. Какая-то травма нам пишут. Видели вы сейчас или нет? На тренировке написано было травма. Странно. Я вот не знаю, почему меня до сих пор сейчас выпускают на поле в Лиге Чемпионов. Тем более у меня запасил 74 из 100. Это странно. За три матча три гола, одна голевая. Все хорошо у нас. И матч в Лиге Чемпионов против Айка. Ну что же, мы начинаем этот матч. Играем мы теперь дома. Это для нас первый домашний матч в Лиге Чемпионов. Ну и вроде как уверенно обыграли на выезде. И снова мы играем на позиции Цапника. Но не понимаю, как работает FIFA. Итак, наш второй матч в Лиге Чемпионов. И первый домашний матч. Аякс против Айка встречается. В гостях мы обыграли с уверенным преимуществом. У нас есть три мяча, забитых в гостях. И теперь мы играем еще и дома. Надеюсь, у нас все получится. Снова играем на позиции Цапника. Поехали. Пошла передача в штрафную. И она пропускает все-таки. Один гол Айк отыгрывает. Надо им забить еще два. Тогда счет будет 4-3 в их пользу. И только тогда они смогут рассчитывать на выход дальше. Но пока что... Все для нас не так уж и плачевно. Но все равно выигрывать нам надо. Чтобы порадовать болельщиков. Ну и просто не упасть в грязь лицом. Минимальное поражение от Айка. Которое особо нам краску и сказку, можно даже так сказать, не меняет. Мы все равно проходим дальше. В сумме 3-2 мы сыграли с Айком. И готовьтесь. Ведь мы будем играть в Лиге Чемпионов на групповом этапе. Чуть попозже, в конце августа, будет известно все группы. Как Лиги Чемпионов, так и Лиги Европы. Мы, естественно, вам все покажем. И поговорим о тех соперниках. Может быть, какие-нибудь немецкие гранды нам попадутся в группу. Было бы интересно на это посмотреть. Друзья, но это, я так понимаю, еще не все. Это мы только квалификацию прошли. Теперь у нас раунд плей-офф. И вот здесь вот уже серьезный соперник. Это Базель. Вот как раз после еще одного матча с Базелем. Второго. Где мы будем его играть второй? Ну, скорее всего, мы будем его играть дома. Я так понимаю. Но все равно, все равно интересно все это будет. Пока что у нас матч в Чемпионате. Мы идем неубедительно, конечно. Потеряли очки, сыграв в ничью. Но сейчас у нас игра против Херенвина. Они идут у нас на 10-й строчке. Мы на 6-й, а впереди планеты. Здесь у нас Утрихт и ПСВ вместе с Витесом. Также еще и Валвич. Валвич, не знаю, как читается правильно. У них пока что 6 очков из 6 возможных. У нас 4. Ну и все-таки у нас здесь и таблицы чуть поменьше, чем во всех лигах. 18, хотя нет, что-то очень большая. В Чемпионате России это 16. Наверное, все-таки здесь не будет 2 круга. Наверное, все в один. Как вы поняли, в один круг у месяца, как дома и в гостях. Я думал, мало команд в Чемпионате Голландии. А нет, очень даже прилично. Мы играем дома в домашней форме. И снова мы на позиции Цапника. Но и сил у нас не так много. Поехали. Итак, третий матч в Чемпионате. Домашний матч. Для нас это важно. Нам нужно набирать очки. Четыре команды вроде как еще ни разу не потеряли очки, не проиграли. Все матчи выиграли. Мы, к сожалению, первый матч сыграли в ничью. Теперь нужно возвращаться на законные наши заслуженные места в элите голландской. И вот она. А первая же атака гостевой команды. И Аякс уже в ней сразу же пропускает. Обидно, конечно. Вот так вот провалилась оборона сейчас. И забивает нам Хеллингбен. Вынос. Вынос, скорее всего, будет сейчас менять. Уже совсем скоро. Тадича поменяли. Нас до сих пор еще оставили. Вот, друзья! Что это сейчас такое? Вы сейчас это увидите, что я вам покажу. Это просто очень странно. Вроде все нормально. Ничего не предвещает беды. Ну вот он, друзья, я. Вы видите, девятый номер. Как вы помните, мне добавили 22-й. Под девятым номером играл Хунт Лар. Ну и вот он, Хунт Лар. Под девятым номером. Что это вообще происходит? Я вообще не понимаю. Как может быть так в игре? Две девятки на поле. Это очень странно. Минимальное поражение. Вот Херин Вена. И вот этот баг, который произошел. Две девятки на поле. Я сейчас просто зайду. Там вроде как можно поменять номер. И мы тогда его поменяем. Ну, не делая это, чтобы две девятки вот так вот были на поле. Ну и здесь стоит у меня девятый номер. Давайте уж тогда 22-й поставим, как он у нас и был. Может быть от этого что-то и зависит. Нас не выпускают на нашей позиции. Не знаю. Но сейчас перед матчем с Базелем мы проведем тренировку, которая может быть даст нам 77-й рейтинг. Ну что ж, закончилась у нас тренировка. Даже то, что мы прокачали все четыре характеристики защиты, нам это не дало 77-й рейтинг. Но будем надеяться, что совсем скоро мы его получим. Ну а так у нас получается уже третий матч в Лиге Чемпионов. Поменял я номер на 22-й теперь. Играем на выезде против Базеля. Все равно мы играем на позиции Цапника. Ну не знаю, что с этим можно сделать. Итак, выездной матч. Мы приезжаем в Швейцарию. Главному клубу в этой стране, к Базелю. И сегодня будем мы бороться со второй командой в пути нашему к Лиге Чемпионов, к групповому этапу. Сегодня у нас раунд плей-офф. И, кстати, неплохо мы играем на выезде. В Лиге Чемпионов у нас был только один выездной матч. Ну и тогда мы победили со счетом 3-1 Айк. И вот она, отличная передача. И Промес забивает. Не голевой наш, конечно, пас. Но нас это мало волнует. Нам действительно лучше все-таки сыграть на команду. И отлично мы отдали предголевой пас. Куинси Промес забивает. 1-0. Мы выходим вперед на выезде. Отлично разворачиваем. Пробьем. И это гол. И это 2-0. Наш второй гол в Лиге Чемпионов. Отлично. Просто шикарно сыграли. Сейчас накрутили на вертеле защитника. Получился дрэкбэк. И в дальний угол пробиваем. И все. Уверенная победа над Базелем на выезде. Забили 2 гола. Нам они в плюс. Они очень ценятся. Ну и смогли забить гол. Итак, ну а у нас матч в чемпионате. Четвертый тур. Аякс идет сейчас на 10-й строчке. Мы сделали все. Выиграли, проиграли, сыграли в ничью. Ну и играем против команды, которая идет сейчас на первой строчке. У нее 3 победы. Это пока что единственная команда, которая все выиграла на данный момент. Все 3 матча стартовых. Ну это прям такой, как в Испании, наверное, было бы Эль Классика. Также сегодня у нас матч PSV Аякс. Снова на позиции ЦАП. Четвертый тур. Разминаются игроки PSV. Пока что это самая амбициозная команда на данный момент в чемпионате. Ну и вот она идет разминка Аякса. Главного фаворита на чемпионство в этом сезоне. Но пока что PSV намного лучше играет, чем команда из Амстердама. Ну что же, поехали. Итак, я попросил замену. Нас заменили на 58-й минуте. Мало у меня очень сил. В каждом матче мне используются. Еще и на позиции ЦАПника. Была бы позиция форварда. Было бы намного легче. Ну а мы досматриваем матч. И это 1-0. На последних минутах буквально. Я даже немного уже тут приуныл, что Аякса не может забить. Но вот Тадич отличным ударом в нижний угол забивает. И мы выигрываем. Этот матч не успеет уже PSV забить. Один финт другой раскачал. И вот так вот все отлично. Душан Тадич 1-0. И это его первый гол в чемпионате. Минимальная победа над PSV на выезде. И нам она была очень важна. Мы нанесли первое поражение для команды. Ну это для нас долгожданная победа. Сейчас посмотрим на какую строчку мы поднялись. Ну а после этого матча мы поднялись на четвертую строчку. Ну и теперь более-менее комфортно себя чувствуем. Ну естественно сейчас скоро оттуда столкнут. VTS, Utrecht, например, все могут. Ну и где-то мы, наверное, строчки так и будем на десятой сейчас. Но все равно приятно, что на данный момент мы играем на четвертой строчке. Друзья, давайте я тогда может быть попробую десятый номер. Это номер Душана Тадича. Посмотрим вообще, что не так с игрой. Может быть это сработает. Но то очень все странно, что нам меняют номер автоматически даже. Вот у нас десятый номер. Хунталар девятый. Душан Тадич под первым номером играет. Ему поменяли номер здесь. Ну пусть играет теперь под первым номером. Давайте прямо сейчас же и посмотрим. Может быть там уже сыграны матчи в чемпионате Голландии. Ну и мы понизились на восьмую строчку. Но все равно если одна победа и остальные все проиграют, то мы попадаем аж на вторую строчку. Здесь буквально у нас три очка разницы до Фейнорда. Конкуренции сильной, да и нет у нас в лиге. Но матч Аякс против Базеля. Теперь уже на нашем стадионе. Мы все так же играем на Цапнике. Не знаю, поменять ли нам номер или нет. Будет ли у Тадича десятый и у меня десятый. Или бы мне девятку опять вернуть. Не знаю. Поехали. Итак, снова наш домашний матч в Лиге Чемпионов. В прошлом матче мы проиграли Айку с счетом 1-0. Но это нам все равно позволило выйти в стадию раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Ну и вот. Последние 90 минут на матче. У нас десятый номер. У Тадича первый. Значит, может быть все-таки что-то и сработает. Не знаю почему. Но у Кунталара со мной был один и тот же номер. Я не знаю. И это 1-0. Базель выходит вперед в сегодняшнем матче. Но все равно преимущество на нашей еще стороне. Элиас Эрнандес, который вроде как получил травму в прошлом матче, забивает нам. И остается здесь буквально 5 минут до конца. Снова мы пропускаем в Лиге Чемпионов дома. Чтобы быть готовым к следующим матчам. И быть все-таки в хорошей форме. Я же так будет лучше. Все нас меняют. Ну и досматриваем матч. И это 1-1. Марин шикарно сейчас сыграл головой. Забивает. И для нас это хорошо. Даже если сейчас Базель забьет. То мы все равно выходим дальше на групповой этап уже. Больше квалификации не будет. Ну и шикарно. Верховую борьбу он выиграл. И в дальний угол пробил от вратаря. Шансов здесь не было. Тадичи. И это 2-1. В концовке мы еще умудряемся обыграть Базель дважды. И вот так вот. Душин Тадичи в концовках последних матчей. Замечательно забивает. Шикарный снова удар в нижний угол. И это 4-1. И это даже намного разгромнее чем Айк. Мы обыграли. И выходим уже точно на групповой этап. Ну что же. Со счетом 2-1. Во втором матче мы обыгрываем Базель. В общей сумме 4-1. И мы тем самым выходим на групповой этап Лиги Чемпионов. Для нас это конечно положительно. Я даже не принес никакой вклад в эту победу. Потому что когда я ушел в счет был 0-1 в пользу Базеля. Но теперь мы силами накопились. И будем я надеюсь хорошо выступать. Тем более у нас скоро еще и игра сейчас в чемпионате. Ну вот пришли нам сообщения. А это значит, что Лига Чемпионов у нас готова. Ну что же. Давайте посмотрим. Мне самому очень интересно. И мы кстати попадаем с первого раунда. Кстати против Херенвена. В Кубке Голландии. Интересно. Интересно. Ну вот она Лига Чемпионов. Я уже увидел с кем мы будем играть. Ладно. Не суть. Тоттенхэм. Борусия Дортмунд. ПСВ. Тоже голландский клуб. И ЦСК. Бавария. Сибилия. Рома. Спартак. Барселона. Интер. Аякс. Рэдбуль. Зальцбург. Ну что я могу сказать. Вылететь я конечно отсюда не хочу. Будем бороться. Тем более с Барселоной. Ну это отлично. Второй сезон мы только играем. Мы уже сыграем против Барселоны. На Компноу. На Сан-Сиро здесь сыграем. В общем все интересно. Будем бороться за вторую строчку. Если нет. То Лига Европы нам прямиком. Но будет трудно. Ювентус. МЮ. Лейпциг. И наш Локомотив. Это наш первый клуб. За которым мы начинали. ПСЖ. Наполи. Порто. Шахтер. Реал. Челси. Леон. Динамо. Загреб. Манчестер Сити. Атлетика. Фенербахчек. Брюгге. Ливерпуль. Байер. Монако. Селтик. Ну а теперь там по Лиге Европы. Быстренько пробежимся. Здесь он еще не сыгран. Но не суть важна. На самом-то деле. Мне сейчас бы интересно было бы посмотреть. Как проходят дела. В первой Бундеслиге. У команды. Из которой мы ушли. Гамбург находится сейчас в зоне вылета. 17 строчка. Два матча только прошло. Два матча и два поражения. С общей суммой 4-1. А что у нас со Штутгартом? Ну а Штутгарт неплохо. Теперь конечно. Тут Унион Берлин. Нюрнберг и Штутгарт остались. А в второй Бундеслиге они неплохо идут. Без поражений пока. На третьей строчке. Итак. Нас вызывают на матчи сборной Польша и Уэльс. Это квалификация на чемпионат мира. И это все для нас очень хорошо. Польша и Уэльс. Ну и из нашего... Из Аякса никто не поедет. Уэлтман. Блин, ты промес. В сборную Голландии. Мы в Россию. Марин в Румынию. Мартинос в Аргентину. И Алана в сборную Камеруна. Ну а мы сейчас играем на восьмой строчке. Встречаемся против Денхага. И играем дома. Ну что же. Домашний матч. Аякса против Адо. Команда играет на четырнадцатой строчке. Ну посмотрим, что она из себя вообще представляет. Нам нужно наконец-то набирать очки. Мы наконец-то восстановили всю стамину. Теперь будем играть в полную силу. Ну и все так же мы играем на позиции Цапника. Итак, домашний матч. Готовятся игроки Аякса. Они обыграли в предыдущем матче ПСВ с минимальным счетом 1-0. Благодаря голу Душина Тадича в концовке. Ну и сегодня вот такой замечательный перформанс. Приготовили болельщики Аякса, которые выступают в этом сезоне в чемпионате. Не очень. Идут сейчас на восьмой строчке. Но вроде как набирают форму, обыграв Базель в двухматчевом противостоянии в раунде плей-офф Лиги Чемпионов. И тем самым вышли в групповой этап, где встретятся с Барселоной, с Интером и Редбуль Зальцбург. Ну и также Аякс записался в эту кампанию. Интересно будет посмотреть на такое вот противостояние Барселона-Аякс. Ну что же, а у нас матч. Мы начинаем. Главное сейчас сделать что-нибудь опасное. А мы просто пробежались и забили. Отлично. Аякс уходит вперед. Ну и наконец-то забиваем теперь уже в регулярном чемпионате. Не только в Лиге Чемпионов. И все так же у нас этот девятый номер на спине. Я не знаю, какой-то действительно баг произошел. Мы пришли. Нам дали 22 номер сразу. Мы вроде как согласились не менять наш номер на девятый. Потому что там все-таки легенда Аякса Хунталар еще играет под девятым номером. Но потом нам стали его давать. Это девятый номер. И вышел с нами Хунталар на поле под девятым номером. Я уже даже на десятый поменял. Теперь Душантадич бегает с первым номером. А я с девятым. Не получается мне никак играть за те номера, которые я хочу. Но дают девятый. Ну и вот выйдет Хунталар. И опять две девятки будут на поле. И Душантадич. И это 2-0. Отдаем голевую еще и передачу в этом матче. За 15 минут до конца Аякс. Увеличивает свое преимущество. И вот так вот Душантадич. Голевой моей забивает. И это 2-0. Может быть возвращается теперь тот Аякс, который мы хотели переходить. Набирает он потихоньку форму. Ну и вот так вот. Душантадич забивает свой. Сейчас узнаем какой гол. Второй. Но нас все-таки наконец-то меняют. И будем досматривать остаток матча. И все. Заканчивается матч. Уверенная победа Аякса над командой соперника. 2-0. Забили гол. Отдали голевую. Оценка у нас 8-2. Не знаю, лучше ли игрок. Нет. Душантадич 8-5. Обыграли мы Адо. И все отлично. Ну и заканчивается у нас трансерное окно. Посмотрим мы за час до конца какие трансеры и какие команды больше всего там потратились. Ну что ж, друзья. Час остается у нас до конца трансерного окна лета 2020 года. Ну и давайте быстренько пробежимся. Начнем, наверное, все-таки с нас. Нет, давайте с Аду. Сатик за 700 тысяч был приобретен. Ланг. Вазе Алкмар за 7400. И вот, смотрите. Гаранова они подписали бесплатно. И купили, продали Тадича и Уэлтмана. Так что мы даже сейчас проверим, серьезно ли Аякс продал Тадича. И теперь мы будем играть на своей позиции наконец-то. Да, мы видим, что нету здесь Тадича. Может быть, теперь мне придется поменять. Вот видите, вот он бак. Хунтелар и я под девятым номером. Это очень странно. Я зайду и поменяю сейчас номер себе. И тогда, ну вот уже после этого окна. Смотрим дальше. Пока что, где там мы были. Вот мы. Не знаю такую команду Гронинген никого. Льюис, Утрихт, Мейер, Синопский всяких. Странберг, ПСВ вот здесь нормально так укрепился. Дамфриса продали. Ну и в общем-то все. Мы попали в лучшую команду недели. Первый раз, я так понимаю. Да, отлично. Мы попали в команду недели. Ну и давайте изменим сейчас нашего игрока. Тогда уже на десятый номер. Раз ушел Душантадич, то теперь, я думаю, без проблем этот номер будет моим. Трансферное окно закрыто. Было потрачено 823 миллиона за последний день. У нас тренировка. 77-й рейтинг мы все-таки с вами, друзья, получаем. Ну и теперь у нас еще и тренировочка. Ну что же, вот так у нас заканчивается тренировка. Потихоньку мы набираем все-таки обороты в защите. Потому что я хочу быть разносторонним футболистом. И чтобы вот, например, вот эта вот плашка, сейчас покажу вам. Вот характеристика, где сейчас написано, чтобы вот этот шестигранник был везде одинаковый. То есть и защита была бы там под 70, вот так вот и пасы хорошие были. Но потом в конце карьеры где-нибудь было бы все под 90, было бы вообще супер. Ну а у нас начинается отборочный турнир. Квалификация на чемпионат мира. Первый матч против сборной Польши у нас сейчас, а второй матч против сборной Уэльса. Не попадаем мы на матч с Польшей, значит, мы, скорее всего, сыграем матчи с Уэльсом. Логично. С Польшей мы играем, ну и правильно мы с ними играли уже. Обыграли их минимально благодаря моему голу, но это была товарищеская игра. И, внимание, играем в ничью 2-2. Но, кстати, мы ввели, я так понимаю, с счетом 2-1. Первые очки, но мы сейчас все-таки все равно выше, мы вместе с французами уходим. Здесь такой прям борьбы я не вижу, чтобы у нас была сильная борьба в группе. Только конкуренцию какую-то, наверное, Дания может составить и все. Вот так датчане вот проиграли как раз французам. А вот матчи против сборной Уэльса мы играем. Уэльс сейчас на четвертой строчке. Они сыграли в ничью, получается, с ирландцами 2-2. Так же, как и мы сыграли с поляками. Но для нас это теперь уже первый официальный матч. Здесь у нас девяточка, все хорошо пока что. Только я не понимаю, почему опять девятка. Хотя я в сбор в Аяксе 10-й номер, но, наверное, кем-то занят. Но теперь здесь там как раз на позиции нападающего. Акинфеев, Кутепов, Щенников. Почему-то он играет Кутепов. Щенникова бы я бы поменял местами. Так же, как и смотрит Чершев с Забниным. Не знаю, что вообще происходит. Какие-то странные перестановки здесь. В общем, все это странно. Ладно, начинаем. Итак, официальный матч. Приезжаем мы на открытие арена. Стадион Спартака. Ну и, наконец, мы возвращаемся в Москву. Это наш очередной матч. И вот он снова Лев Иванович Яшин. Ну и первый наш домашний матч на пути к чемпионату мира 2022 года. В реальной жизни, скорее всего, сборная России не попадет на чемпионат мира. В Катаре из-за антидопингового агентства, ВАДА, все такое. Ну и вот вторая строчка против четвертой. По ничейке скатали в первом же матче. И гимн сборной России. Мы рады, что нас снова вызвали. Мы теперь еще играем на своей позиции. Мы в сборной. Поехали. Нулевая ничья со сборной Уэльса. Моменты мы создавали. Но реализовать их мы не смогли, к сожалению. Симметрия у нас оценка. И я так понял, ну я не лучший, наверное, игрок в матче. Лучший это Жоалин в сборной Уэльса. Но в сборной России я лучший игрок в этом матче. Ну и после этого матча сборная России опустилась на третью строчку с двумя очками. Лидирует пока что в сборной Франции две победы. Ну и Дания все-таки обыграла, смогла сборную Ирландии и набрала свои первые очки. Ну что же, а у нас игра сейчас с Витесом, потом с Интером, Фортуна, Эйм, Эмен и Рэдбул Зальцбург. С Барселоны у нас, я так понял, будет два подряд матча в Лиге Чемпионов. Ну, Витес сейчас неплохо так. Это опять? Я, походу, опять не на позиции нападающего буду играть. Я уже так посмотрел. Витес идет сейчас на третьей строчке, 12 очков, у нас 10. Выигрываем ему и уже догоняем Фейнор, здесь, конечно, они проигрывают. Но будем надеяться только на себя. Но мы идем и смотрим, играем ли мы на позиции нападающего. Нет, конечно, лучше какого-то Давида Нереса поставить, чем меня на позицию. И снова здесь я под девятым номером. Я не знаю, ребят, что уже делать с этим. Так что будем играть уж, какой нам дают. Итак, выездной матч. Приезжаем к Витесу. Бывший клуб Леонида Викторовича Слуцкого, который он тренировал. И неплохо так тренировал. Сейчас они идут на третьей строчке. И нам нужно как раз начинать набирать уже очки. Но мы все так же играем не на своей, к сожалению, позиции. Итак, попросили нас заменить, потому что у нас так уже сил мало было. Да, тем более, еще следующий у нас матч в Лиге Чемпионов с Интером. Надо быть к нему готовым. Ну и все, с миром мы разошлись с Витесом. Незабитый пенальти Куинси Промеса мог решить исход этого матча, но он пробил выше. И тем самым Аякс играет в ничью с Витесом в гостях. Ну, посмотрим, как это скажется теперь на игре с Интером в Лиге Чемпионов. Ну что же, перед матчем с Интером мы проведем все-таки нашу тренировку. Поехали. Закончили мы тренировку. Немножко плохо у нас получилось в этот раз. Но у нас матч с Интером в Лиге Чемпионов. Барселона сыграет с Зальцбургом. Я не знаю, чего ожидать вообще от Интера. Играем мы еще и в гостях. И снова на позиции Цапника. Итак, первый матч наш в Лиге Чемпионов на групповой стадии за хороший европейский клуб, который может, конечно, выйти из группового этапа в раунд плей-офф. Для меня, если честно, было бы неплохо выйти из такой группы в Лигу Европы. Будет шикарно, если мы выйдем со второй строчки. Но мы, скорее всего, просто вылетим уже сразу в 1-8. Роналдо Зубастик перформансом у Интера является. Ну а в Лиге Европы мы бы неплохо показали себя. Мы помним, как Аякс недавно дошел до финала Лиги Европы. Но там он проиграл со счетом 2-0 Манчестеру Юнайтеду. А у нас матч Интер-Аякс. Поехали. Полита. Но с мячом навес. И это 1-0. Как я и сказал, один навес на Лукаку. И игра у Интера будет сделана. Вот так вот и получилось. Продавил Лукаку оборону. И забивает за Интер свой первый гол в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. А может быть сейчас вот. И это 1-1. 88-я минута. Мы сравниваем счет в матче с Интером на выезде. И замечательные у меня сейчас ощущения. Забить, естественно, на таком великом стадионе, как Сен-Сиро. Стадион Джузеппе Миаце. Вот здесь вот. Все равно получилось у Шкернира отобрать мой мяч. Подбор был за мной. И в воротах Хандановича мяч от меня все-таки побывал. Вот так вот. А ведь 2 года назад этот российский паренек играл за второй состав Локомотива. Но, перейдя в Европу, он громко о себе заявил еще в Германии. Став одним из лучших бомбардиров во второй немецкой Бундеслиге. И, подписав его Аякс, уж точно не пожалел. Ведь одно очко теперь у нас, скорее всего, в кармане. И все. Ничья в матче против Интера. 1-1. Забивали сегодня Ромео Лукаку и Андрей Хорев. Отличная концовка у нас выдалась. Один удар и один в створ. И один гол с нашей стороны. Сейчас мне даже интересно посмотреть на сведения. Да, так и есть. Даже у Аякса это был единственный просто удар в матче. И мы реализовали. Локомотив разгромно проиграл Ювентус со счетом 3-0. Ну, а в нашей группе матч еще не сыгран. Про Барселону и Зальцбург еще пока что неизвестно. Ну, а Аякс идет в чемпионате на седьмой строчке. С 11 очками. Мы будем играть против Фортуны, которая идет ниже нас. Ну, а также Суперкубок. Кому интересно, победил Манчетеринайтед в финале, обыграв Реал Мандрид со счетом 2-1. Ну, а Барселона выиграла 3-0 Редбуль-Зальцбург. И теперь занимает первую строчку. Аякс после этой ничьей на выезде, тем более, занимает вторую строчку. И пока что гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Ну что же, у нас матч против Фортуны Ситарт. Она играет на восьмой строчке, мы на седьмой. Нам надо выигрывать, набирать очки. И тогда мы, если мы сегодня выиграем, а все остальные проигрывают, можем попасть аж на пятую строчку. Итак, мы снова на Цапнике. Даже Лабяда поставили на позицию форварда. Нас нет. Поехали. Итак, очередной матч в Чемпионате Голландии. И мы все так же пока что не можем хорошенько найти свою игру. Да и Аякс как-то неуверенно выступает. Но у нас игра против Фортуны. Поехали. Надеюсь, что Фортуна будет на нашей стороне. И вот он угловой. Нас сейчас будут менять. Ну, уже смотрим остаток матча. Ведь скоро у них... И, внимание, 1-0. А я все-таки смог забить. И это просто шикарно. Отличный Асер Куис. Наверное, так и читается. Не знаю, как голландские фамилии читаются, честно. Но Голл отличный. Если не ошибаюсь, даже он нас заменил. Ну и все отлично получилось. Хорошая передача. И в подкате вот так вот рядом с голлокипером мяч катится. Прочитаем сейчас фамилию. Серхуис. Но по-русски, если так читать, то это так и получается. Кай Серхуис. Напишите в комментариях, как по-другому и как правильно это читается. Минимальная победа над Фортуной. Хоть мы не смогли отличиться, моменты мы создавали и попросили на замену нас отправить. 7-0. Нас оценка. Два удара в створ из двух. Ну и Серджинио Дест. Лучший игрок в нашей команде. Ну что же, перед этим матчем мы подходим МН. Седьмая строчка у нас. 14 очков. Ну и сейчас посмотрим, на какую строчки МН. Они на самый последний. Ни одного матча они не выиграли. Так что это наш шанс себя показать в чемпионате. Ну и нам нужно, конечно, забивать. Кажется, мы очень плохо выполняем установку главного тренера. И мы снова на позиции Цапника. Но хотя бы сейчас у нас силы восстановлены. Ну и попросим мы также замену гибнуть на 60-70 минуте. Потому что у нас в следующем матче в Лиге Чемпионов нужно быть к нему готовым. Итак, футбольный клуб МН. Приветствует на своем стадионе Аякс. МН очень плохо играет в этом сезоне. Идут сейчас на последней строчке. Ни разу не победили. Всего лишь два очка набрали. Потому что сыграли два раза в ничью. Но и это шанс для Аякса. Набирать очки с такими командами. Тем более неплохим таким составом вышел сегодня Аякс. И все, друзья. Играем в ничью с командой с последней строчкой. Это потеря для нас колоссальных очков. Эту команду мы должны были обыгрывать. Ну и сейчас мы посмотрим по статистике. Ну, удары были. Надо было только их реализовывать. Друзья, у нас Лига Чемпионов. И нас не берут на матч. Вот это странно. На Лигу Чемпионов не взяли. Рэдбулл Зальцбург играет против Аякса. Аякс сейчас идет на второй строчке. Нам нужно их побеждать. Именно благодаря этой команде мы можем побороться за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Если будем еще отлично играть против Интера. Внимание. Мы минимально обыгрываем. Квинси Промас забил на 90-й минуте. И тем самым у нас теперь 4 очка в Лиге Чемпионов. Сейчас мы посмотрим на положение нашей группы. Мы идем на второй строчке. Интер проиграл Барселоне. Это нам в плюс. 3-1. Так что теперь нам надо играть в ничью, наверное, только против Барселоны. И выигрывать Интер. И тогда мы можем только выходить. Но пока что у нас тренировка. Итак, закончилась наша тренировка. Прокачали пасы. Видение поля. Дальние удары. Но к рейтингу это сильно отношение не поменяло. И нас вызывает на матче сборной против Дании. и Ирландии. Ну и также из Аякса вызваны Блинт. Промес в Голландию. Я в Россию. Марин в Румынию. Горонов в Болгарию. Мартинос в Аргентину. И Андре Анана в сборную Камеруна. Ну что же, мы играем этот матч против Уильяма 2. Но смотря на то, что у нас 15 сейчас очков, а у Витеса 22, очень трудно представить то, что мы сможем догнать их. Ну и стать чемпионами Голландии. Это будет, мне кажется, очень трудно. Тем более, как-то неубедительно мы еще и показываем себя. Ну и вот сборная России. Сейчас узнаем состав на матче. Атинфеев, Луньев, Гильерми, Марио Фернандес, Семенов, Джики, Щенников, Кутепов. Рассказов на Бабкин, Басин и Кудряшов. В защите получите Жемальдинов, Головин, Чершев, Зобнин, Мирзов и Алексей Миранчук. И в нападении Хорев, Чалов, Джубан, Бакаев и Федор Смолов. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Очень долгим получился этот выпуск. Нам нужно было закончить трансферное окно и сыграть еще один месяц, чтобы потом не сбиться в наших роликах. Так что спасибо вам большое за этот просмотр. Поставьте лайк. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok